и снова здравствуйте всем привет итак давайте продолжать делать дальше джедая значит так файл open и подгрузим джедая так это вторая уменьшаем frame теперь отключаем значит плащ и нам понадобится вот этот китель так еще можно отключить пока вот эту часть и наверное еще отключим рубаху рубаху но пока в таком духе делаем ctrl d ctrl d побольше дивайдов чтобы более полигональный был и вот этот доллар удалим так теперь подгружаем текстуры импорт рабочий стол находим именно так где она тут так текстура импорт теперь находим опять же картинку и подгружаем текстуру вот такое нашел именно плащ джедая или как не плащ это на так китель и что здесь можно сделать смотрите в принципе есть ремень ремень можно отдельно вот так вот раскрасить да вот этот ремень вот этот переработать вот тот который находится на картинке давайте так и сделаем а здесь вот на этот китель чтобы не добавлять дополнительные значит вот эти вот причиндалы боковушки там обверты можно сделать просто рисунок нанести и все делаем сначала прозрачность так отключаем глаз давайте побольше сделают эту картинку и включаем глаз и прибавляем вот этот китель так подгадаем его по нашему персоналу смажу видите тут насколько выходит в бок вот эта вот часть давайте по ней это все дело и сделаем так мофф топологи конечно нехорошо это будет наверное но более правильно так я хотел чтобы он был худощавый теперь что вот этот бок можно убрать ну а эту штуку мы потом дорисуем и что делаем так это будет слишком близко ну пойдет давайте эксперимент в смысле как эксперимент я так уже делал включим rgb зато отключим и просто порисуем вот эту штукенцию переключимся на материал белый вот получилось вот такая вещь получается что китель видите можно еще больше обрезать эта часть в принципе не понадобится но будем делать другим путем значит выбираем цвет и все это дело закрашиваем здесь тоже закрашиваем делаем мофта получим мира интелл зеркалем зеркалем видите вот уже тут нарисовано можно даже ремень не делать а просто это все дело нарисовать и пролепить по рисунку так я наверное так и сделаю так это значит так 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 слово паразит появилась и вот таким образом значит вот ремень есть его немножко нужно будет прорисовать тут чуть-чуть прорисовать будет все нормально прозрачность уменьшаем уменьшаем теперь рисунок нас примечаем так это что получается нужно чтобы эта штука была как то вот здесь вот таким вот образом под уклоном давайте вот попробуем его так нарисовать чуть-чуть здесь зарисовываем так что-то низкого то получилось это вот сюда надо где-то в таком духе теперь уменьшаем интенсивность так не тут вот тут интенсивность чуть-чуть значит c выбираем цвет посветлее немножко дорисовываем так это вот таким вот образом и теперь нам поможет писать как плейбилд драфсайз уменьшаем интенсивность опять же на двоечку делаем автомаскинг бак фейс маск здесь уже можно прибавлять и по этим складкам вот по этим складкам уже control z и симметрия уже вот пролепливать и так это будет уже единый типа mesh не надо будет как сказать все это дело объединять ну и сзади тоже потом нарисуем вот этот кант более-менее так выводим и через alt можно вот кое-где вот эти вот вкладки чуть-чуть вдавить можно потом будет чуть-чуть подкрасить именно другим цветом ремень ну главное что уже он будет намечен вот таким образом здесь вот тоже через alt немножко вдавливаем формируем как бы складку не как бы а прям складку формируем и здесь вот тоже можно немного штрихами поработать теперь вот по этой линии рисуем прям здесь через alt выминаем раз тут темная и вот здесь вот тоже как складка потом складка идет тут здесь можно тоже по канту метину сделать и немножко стрихом здесь вот так вот по прибрать здесь закрылку чуть-чуть оформляем чтобы она надутся было и вот этот тоже бугор оформляем смотрим ну в принципе все нормально здесь тоже немножко доходим формируем складку под мышку и по верхам проходим там где вмятина это по прошлым роликом я уже показывал как делать вкладки так пока и вот видите уже у нас формировался именно рисунок и ремень уже видно можно его чуть-чуть потом замаскировать и поднадуть чтобы он более был явный так что у нас тут еще присутствует так присутствует этот полоса дэн значит выбираем кисточку стандарт выбираем цвет c посветлее и все это дело даже наверно прибавим вот эту штуку так ну чтоб уже четко было так перекручиваем выводим на кант прибавляем цветности и вот именно только тут вот так вот все это дело красим чтобы нам не залезть потом не на ремень и на другие части вот как еще что тут z цвет убираем глаз замаскируем вот эту часть так теперь замаскируем вот эту часть вот где-то вот до сюда цвет z z опять включаем здесь уже у нас будет видно где добавить смотрим накладываем еще вот эти вот вкладки и их дорисовываем так что тут получилось так чуть-чуть перекручиваем прибавляем интенсивности и еще раз побольше значит интенсивность и малюем малюем снимаем маску получилась вот такая ступенция выбираем теперь у меня кстати кто спрашивал у меня мышь не кисточка и вот значит c выбираем темный цвет вот этот дембр и интенсивность поменьше и попробуем все это дело ровнее дорисовать теперь через alt нужно еще вот эту часть посильнее нарисовать пооформить немножко вот эти вот складки это теперь интенсивность чуть-чуть поменьше и чуть-чуть их притянить вот уже здесь можно поменьше чуть-чуть интенсивностью вот этот кантик сделать но и тут тоже по надскребать чуть-чуть позатонировать так вот как-то ночью уже неплохо уже прям такие пойдет и вот здесь доводим значит тут уже интенсивность можно поставить побольше и мышкой вот неудобно ну надо как-то поровнее все это дело сделать так чуть-чуть это все дело притянить подкрасить так наверное чуть чуть не так будем делать так уменьшаем вот так как то мы так Продолжение следует... Не так, а у меня с художественными талантами чуть-чуть похуже будет. Вот так я это всё дело приберу. И вот С. Вот эта штука. Интенсивность побольше. Так, здесь С. Чуть-чуть её потемнее. Ну, что-то в таком духе. Так, Home Page нажал. Так, теперь Clay Build Up. Интенсивность на двоечку. И погнали даже на единичку. И погнали делать вот эти складки. Так. 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 Продолжение следует... Ну, вот такое вот что-то получается. Теперь маскируем вот до сюда аж, до половины. Разворачиваем, нам понадобится задняя вот эта часть. Кисточку побольше, Shift-Z, включаем наш китель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и то же самое рисуем, значит... Сзади... Ну, тут теперь немножко подкорректируем вот эти вот детали, которые... Вот эта вот спина нам нужна, и значит здесь уже идут они наоборот. Наоборот, вот включаем C, вот это все закрашиваем, потом... Вот тут закрашиваем... Корректируем... С... Красим вот эту стукенцию... Так, здесь нужно теперь... Топологи... Топологи... Вот эту часть... Чуть-чуть, значит, поднадуть... Топологи... Ну и вот этот угол тоже вывести... Вот так... Вот так... Это теперь плечи у него будут на кителе... Ну, на этом... Очень большие... Так, теперь... Стандартная кисть... Стандартная кисть... Стандартная кисть... И... Пробуем опять рисовать... Значит, C... Ctrl-Z... Интенсивность побольше... Опять же кисточку... Прямо по минимуму... Ctrl-Z... Значит, здесь вот так вот делаем... Угу... Ctrl-Z... Иксиметрию... Закроем... И через Ctrl... Вот эту... Линию... Нужно чуть-чуть почетче сделать... А это... Значит... Ctrl-Alt... И... Впереди... Нужно опять через Ctrl... Закрыть... Чтобы у нас там все это дело не проявляло... Так... Ctrl-Z... И здесь можно уже прям смело вот так вот раз... Полосу проводить... И немножко... Ее сделать поменьше... Так... Что-то в таком духе... Выбираем теперь цвет C... Здесь значит... Чуть-чуть... Порисовать... Здесь потемнее... Там посветлее... Геометрия мира... Entwell... Нормально... И нужно вот эти вот полосы... Видите... Они слишком четкие... Давайте их немножко... Расслабим цветом... Вот так вот раз... Чтобы они были... Как бы... Не столь... Четкие... Вот так вот... Здесь тоже нужно будет подправить... Ну и немножко... Рисуем опять же складки... Пиксиметрия... Погнали сюда... Кисточку поменьше... Здесь чуть-чуть надуваем побольше... Здесь тоже побольше... Догоняем вот сюда... Сделаем нормально... Углубляем... Стрихуем... Дополняем складки... Дополняем... ну и тут тоже самое отказ через альту углубляем уменьшаем где есть ты ковка именно под ремень и под ребра здесь вот идет кант вот его нужно вот этот кант выделить вот эту штуку сюда и складку можно добавить потом снизу складку там сбоку здесь боковая принципе много их тоже не надо но здесь центральную большую можно сделать уходящую сюда наверх теперь берем кисточку стандарт через альт поменьше делаем кисти рисуем и вдавливаем можно даже не рисовать а просто вдавливать шифтом немножко по внутренним частям пройтись где-то вот так верхней части на ремне сделать так теперь нужно control замаскировать вот эту штуку и по внутренней части немножко походить с углублением через альт так теперь можно чуть-чуть это выводить так ну и делаем тут складки здесь складки можно уже делать вот этой кисточкой так здесь от ремня конечно хорошо делать без симметрии чтобы они не были одинаковые но потом когда делать именно вот это джермеш то придется и сетку делать без симметрии тогда получится сетка нехорошая углубляем нижний кант делаем проводку через альт понизу делаем какие-то складки такие более-менее видны и тут тоже нет тут пускай здесь нога пусть ровная будет чисто вот эту можно оформить так чуть-чуть и шифтом ну а теперь кисточка стандарт и просто можно на низкой интенсивности все это дело опять же попритенять ну конечно substance paint было бы сразу хорошо наложить материал ну все равно пролепливать лучше вот таким вот вариантом можно конечно находить картинки и картинками потом вот это по картинкам повторять вот эти все складки делаем где-то потемнее вот на этих боках и подмышками так control z ну а здесь c чуть чуть посветлее нажимаем угол и и и и чуть-чуть оставить именно не гладко в каком-то месте чуть-чуть гладкую сделать и вот эту часть на низкой интенсивности ремень утонуть эту стыковую чуть-чуть посветлее сделать нужно чинить потемнее выбрать и и и и и и и и и получилась вот вот одежда джедая ремень можно сделать другим цветом просто замаскировать и тут уже подкрасить эти части можно сделать еще темными тут уже можно красить как угодно потому что складки уже есть сделать тоже наметка давайте еще вот здесь вот и вот добавим складки от шеи и вот здесь тоже две штуки вот так ну типа здесь как позвоночник вот так вот так одно дело сделано теперь нужно нам значит что еще станции ну со станцами тут уже давайте попроще сделаем штаны будут у нас каким-нибудь а ну ка а ну ка ну да пускай будут такие ну да пускай будут такие ну да пускай будут такие теперь порисуем немножко складок с у на в в в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Рисуем, повторяем и немножко вот это все дело... Потом по верху, ну короче, вмятину делаем... Сейчас покажу... Так, кисточку чуть-чуть побольше... Через Alt... Вот так это у меня... Ctrl Z... Через Alt делаем такую вмятину... Вот так... Вот где бы вы хотели, чтобы проходила, допустим, складка... И потом по верху, по одной стороне, просто ее увеличиваем... Так... 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 нужно чуть-чуть посветлее тон взять вот делаем посветлее делаем на краску делаем интенсивность поменьше и немножко где-то присветляем так чтоб они сильно черные не были ну темные такой как бы источник света что ли так и теперь потемнее выбираем тон интенсивность чуть-чуть еще поменьше и нужно кисточку поменьше и вот эти складки немножко где-то потемнее сделать чтоб потом когда будем освещение делать в блендер чтобы был вот эта разница именно в цвете здесь вот так чуть-чуть там мазнуть где-то в глубине в углублениях вот так вот потому здесь вот штрихи какие-то вот так вот нанести чуть-чуть вот и штрихи можно если там нет вкладок то можно шифтом чуть-чуть вот раз видите и она разглаживается и мягче становится здесь тоже чуть-чуть помягче ну и тут где-то не везде а вот ctrl z так интенсивность shift и значит интенсивность уменьшаем чтобы по чуть-чуть он значит сглаживал не сильно ну и теперь нужно назад вернуть это вот сюда все со штанами разобрался давайте точно так же сделаем именно вот плащом теперь нужно нам текстура именно плаща я тут какой-то скину вот этот как текстурка текстурка по на его джедай и вот сюда и вон так тут можно его отзеркалить делаем прозрачным z отключаем глаз приближаем нашего персонажа чуть чуть его ставим боком так теперь z прибавляем интенсивность z убираем кисточку побольше и прям даем даем скрасим интенсивность побольше так что такое так китель отключаем получается вот такой значит гражданин делаем модифитопологи мира интвелл ну а тут уже давайте чуть-чуть так это уходит сюда так порисуем сначала складки и к симметрии так здесь значит добавляем вот эту часть вот эту верхнюю через альт тоже вминаем где-то прорабатываем где-то добавляем складку так вот таким вот образом здесь идет в минание это во внутреннюю часть так здесь вот это вроде бы как идет складка мы делаем мы делаем выпуклую и немножко штрихуем здесь чуть-чуть значит вмятину делаем здесь потом подкрасим подберем цвет складки чуть-чуть сделаем не столь выявленный так здесь тоже идет складка тут тоже складка здесь вмятина вмятина закругление на плече тоже здесь вот можно значит чуть-чуть порисовать так теперь еще нужно вот эту внутреннюю часть вот эту внутреннюю часть через альт прогнать так многовато ну ладно шифтом выгладить мира and well и делаем значит что так будем красить выбираем сначала внутреннюю часть вот эту краску закрашиваем так вот до пояса полностью все вот это красим в этот цвет делаем интенсивность поменьше и попробуем размыть вот эти вот части вот так потом выбираем значит с черный цвет пробуем что-нибудь тут нарисовать типа складки какие-нибудь так здесь на спине они будут уходить здесь будет вот этот кант от канта наверно будет чуть сюда и чуть под мышку ну и здесь ровные такие так теперь интенсивность чуть-чуть побольше и немножко присветлим вот эти вот части тоже так раз потом здесь чуть-чуть потемнее поднятия и Продолжение следует... 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 На раскраску интенсивность прям поменьше... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, где-то поправляем... Осветляем... Так, вот здесь вот тоже чуть-чуть нужно присветлить... Вот это слишком перебор... Вот... Вот... Так... 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 почему что он же сверху и вот делаем его темнее выбираем цвет чуть-чуть посветлее скителя и на середине где-то вот так вот чуть-чуть осветляем оставляя вот именно какие-то темные части вот вот это вот здесь вот по низу ну вот дали ему год теперь давайте поработаем над цветом тела значит опять же текстуры это по прошлым роликам выбираем текстуру где мои тут заготовки текстуру цвета кожи подключаем ее делаем видео и выберем сейчас цвет нашего персонажа Так, наверное, чуть-чуть потемнее его всё-таки делать. Вот выбираем 4 оттенка, наносим, смотрим, какой больше подходит. И сейчас будем чуть-чуть экспериментировать. Так, я выберу, наверное, вот этот. Чуть-чуть светлого снизу добавим. Вверху будет потемнее, шея потемнее. Иксиметрик, уши, вот за ушами можно чуть потемнее сделать. И вот здесь вот на лбу. Потом шею тоже потемнее. И С, где-то вот чуть-чуть вот так вот притянить. Выбираем чёрный цвет и рисуем ему брови. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Выбираем еще потемнее тон и делаем темнее в ушах. Вот здесь вот так, это не тон. Так, чуть-чуть еще пониже. Интенсивность поменьше. И притяним вот эти вот части, где, значит, нос, нижняя губа. Так, веки делаем потемнее. Так, глаза. Глаза, наверное, не знаю, рисовать их или уже готовые вставить. Давайте пока сделаю белый, потом определюсь. Ну вот уже этак что-то. А, вот, у нас еще тут китель. Так. Ну, пусть волос будет не черный, а вот именно серый такой. Так, здесь серый, а здесь тон чуть-чуть потемнее. Вот, чтобы выделялся. Так. Так, C, что такое? Так, здесь вот так. Ну, а еще чайник ему уменьшить. Но это я сейчас подгадаю. Так вот, волос через Alt выбираем. Мира, N2L. Опа. А почему это кота? Опять голова сдвинулась. Так, Ctrl Z. Топ незначительное. Их он. Отвял это. Продолжение. Да. Взял это. Майк." Майк." Взял это. Майк." Где-то так. Теперь X симметрия. Посмотрим, чтобы помордать он чуть был. Где-то так. И можно ему здесь еще губы вытащить вперед. Прикус сделать такой. Вот такой. Кверху. Здесь подбородок чуть вниз, а этот чуть вперед. О! 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 Вот эту толщину одежды можно будет потом подгадать, когда сделается ЗРМС и будет объединены все эти саптулы и уже можно будет скрывать какие-то детали какие-то оставлять вот таким вот образом выбираем цвет кожи значит ЦМ выбираем кисточку стандарт Alt, левая кнопка мыши красим руки так иксимметрия теперь майку майка каким будет цветом так вот эту штуку убрать китель и переключиться на майку ремень можно удалить майку сделать майку сделать можно серой ну и опять же тон посветлее или потемнее можно выбрать тон уменьшить интенсивность уменьшить кисточку и вот чуть-чуть тут этако понарисовать чуть-чуть притянить где-то нарисовать вот складку под мышками чуть-чуть потемнее сделать так 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 ну и опять же так 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 Обувь, обувь будет у нас чёрная, потому что вроде как сапоги, да? Так, а вот эта верхняя часть, она будет у нас сероватая, ну, чтобы выделялась. Подошва будет чёрная тоже. Ну, можно цвет грязи на неё нанести, где-то скачать. Потом можно ещё ремни в блендер добавить вот здесь, можно ещё и здесь добавить. Ну, и таким же образом можно, значит, нарисовать на ремне. Спасибо. 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 Ну, я думаю, принцип понятен. Теперь доработаю здесь, кое-что подкорректирую, и можно будет уже его уменьшать по полигонажу, объединять, выкинуть тело, чтобы не было дополнительных полигонов. Выкинуть, допустим, какую-то ненужную часть одежды, рубашки, ну, замаскировать, удалить или обрезать. Ну, сейчас буду в следующем ролике, возможно, покажу. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok